Детские пособия снова через заявление. Госуслуги обновятся. Детей без билетников больше не высадят из транспорта. С началом весны в стране вступают в силу сразу несколько изменений, в основном социальных. Подробнее о них расскажет Елена Шарыгина. Пособия по умолчанию больше не получить. В первый день весны перестает действовать беззаявительный порядок назначения детских выплат малообеспеченным семьям. Теперь для продления, например, пособий на детей от 3 до 7 лет нужно писать заявление и заполнять все необходимые документы. Семьи также будут обязаны сообщать органам соцзащиты о смене места жительства и о причинах, по которым они лишаются выплат. Весна несет обновление порталу Госуслуг. На сайте и в приложении эксперты проведут работы, и это должно повысить качество платформы. Также на ресурсе можно будет оформить несколько новых услуг. Детей из общественного транспорта выгонять нельзя. 7 марта вступает в силу законопроект Госдумы. Речь идет о ситуациях, когда ребенок, например, не может купить себе билет на автобус, потерял наличку или карта не сработала. В таком случае кондуктор не имеет права высаживать ребенка как безбилетника. Напомню, на трассе Кирово-Чепецк-Киров школьника высадили из транспорта, потому что он не смог оплатить проезд. С 1 марта каждый человек может обратиться в пенсионный фонд, чтобы в его индивидуальный лицевой счет включили сведения о стаже работы из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года. Таким образом, специалисты обещают, что данные о трудовом стаже будут лучше сохранены в электронном виде, чем в бумажном. Еще это может упростить порядок трудоустройства. В марте должны были внести изменения в порядок прохождения тихосмотра при оформлении полиса ОСАГО, но нововведения отложили до 1 октября.